Ну что, народ, еще раз всем привет. Возвращаемся мы, собственно, к нашим оленям, так сказать. Продолжаем наблюдать за турниром Dignitas Invitational. Это второй полуфинал, и в нем встречаются две американских команды, два участника Star Series, StarLadder TV. Довольно серьезные парни. Что одни, что вторые, в первую очередь, это, наверное, одна из сильнейших команд мира на данный момент, это команда ЕГЭ. Всегда они славились тем, что они жесткие. Так, что-то у меня тут скорборд слез, как-то по-дебильному. Вам не кажется? Сейчас мы его починим. А может быть и не починим. Что-то он не хочет у меня, не хочет. Подожди, сейчас я только сделаю. Оп. Ну, вы смотрите, что происходит. Не хочет скорборд чиниться. Ну и хрен с ним. Не хочет, так не хочет. Невелика проблема, переживем, конечно. Итак, ребят, в студии Вилат, это StarLadder TV. Пока еще не игры StarLadder, но игры StarLadder начнутся завтра. И сразу у меня для вас маленький анонс. Я бы хотел вам сразу сказать, расписание на завтрашний день уже есть. Полное расписание турнира появится сегодня вечером. А сейчас, внимание, расписание матчей завтрашнего дня. Завтра в 18.00 по Киеву стартует StarSeries StarLadder TV по Dota 2. Первая игра. Fnatic MSI против белорусской команды Power Rangers в 18.00. То есть, если вы из Москвы, два часа добавлять. В 19.00 интереснейшая битва. Причем вживую обе команды будут в арене, скорее всего. Одна, так точно. DTS против Есахара в 19.00. В 20.00 шведская битва. Team Infused против CounterLogic Gaming. Loda против Vagomamy. 20.00. И 21.00 хит дня. Хит первого игрового тура. Хит, наверное, первой недели, если не целого сезона. Na'Vi против Darer. Завтра в 21.00 на StarLadder TV. Комментировать буду я, Каспер, а также Тоби Ван. Это нельзя пропустить. Это действительно будет круто. Это я вам гарантирую, ребята. Будет очень круто, весело и прикольно завтра у нас. Так что оставайтесь с нами. Ну, а мы, собственно, уже поближе к игре. У нас второй полуфинал. В финале. Вот, пишет мне Краскотлета. Sorry, чувак, у меня просто приват не работает в мирке. Не могу отписывать. Во сколько ваша игра вы узнали завтра? В 19.00 против DTS вы играете. Итак, ЕГЭ начинает за радио. Ну, как начинает? У нас Best of One в полуфинале. ЕГЭ играет против ГОСУ. Итак, Майлк, Демон, Лакост, Мизери и Фир. Играет против Пейнтит Голда. Корка, Куронити, Булбазаро, Юниверсо, Эдс ГОСУ против Эвил Джиньосис. Американская битва. Победитель пары попадает в финале на команду NextKZ. И это действительно будет круто. Сегодня StarLady еще не работает. Или специально налагающий Twitch стримить? Абсолютно непонятный мне вопрос. Twitch TV точно уже налагающий, если равнять его с Сомнедом. И при чем тут StarLady, это тоже мне не ясно. Ладно, по три бана первых. Darkseer, Tidehunter и Vindraner улетают в бан от ЕГЭ. Invoker, Chen и Antimank. Бан от ГОСУ. И видим первые три пика. Фурион, Сээм и Патма. Ну и отвечают Виномайнсерам Сынкингам. Всем еще раз напомню, что общаемся мы с вами в мирке. Ребят, если у вас съезжает экран, удалите отблок. Или просто отключить его. В настройках отблока, у меня огромная ко всем просьба сразу. У вас настолько меньше будет лагать, если вы... Его можете не удалять. У вас есть отблок, да, потому что вы сидите на продоте. У вас должен быть отблок, потому что если у тебя нет отблока, а ты сидишь на продоте, у тебя просто мозг будет выносить эта реклама. Спасибо продоте за это. Огромный привет администрации. Так вот, вы можете не устанавливать отблок, но если вы уж сильно хотите установить отблок, зайдите тогда в отблоке в настройки, и там есть добавить исключение. И в эти исключения добавьте Twitch.tv. Просто добавляйте Twitch.tv в исключение, и у вас все будет работать. Слава богу, на StarLadder.tv нету рекламы, так что можно и без отблокера, но, к сожалению, так как большинство дотеров сидит на продоте.ру, без отблокера, конечно, будет тяжело. Вот это интересный пик сейчас от СГОСу. Морфлинг. Вилат, выздоравливай. Ну, как бы, я думаю, все, кто следит за моим твиттером, да, twitter.com.slashv1lat, еще раз напомню, знает, что я на этой неделе переболел гриппом, ну, несложная форма гриппа, 4 дня отлежался, вылечился, ну, пока, вы видите, с голосом не очень, немножечко еще есть насморк, но, в принципе, я уже в полном строю, готов, чтобы вот сегодня откомментировать до конца турнира Dignis Invitational, начиная с понедельника и по пятницу включительно, у нас будет по 4 матча в день турнира Star Series. К тому же в среду стартует Pro Series на StarLadder. Также мы его будем комментировать. Ну и в воскресенье всем еще раз напомню, москвичи, жду вас в торговом центре Mega в Химках. Я там буду вживую комментировать матч Na'Vi DTS. Там будут Na'Vi, там будут DTS, так что, насколько я знаю, у Пупея есть уже виза. Да, Пупея и жители европейской страны, им нужна виза в России. Насколько я знаю, виза у него уже есть. И он будет тоже в Москве, все будут в Москве. Собственно, приходите 18-го числа в воскресенье утром. Там будет очень-очень круто. Там, напомню еще раз, будут 6 дисциплин. Будет Quake, будет CS, будет Point Blank, будут танки, будет BLC. Конечно, Dota 2. И все это мы будем наблюдать. Отличный вопрос от парня с Нигом Кус-Кус пришел в мерку. Билат, почему противно не пикают Сикера? Он ведь имба. Бро! Хорошо! Я прямо сейчас пойду и скажу хвосту. Братюнь, чего вы не пикаете Сикера? Он же имба. Тем более с новым башером. Раста, Энигма и ДК у нас в банах. На финал, кстати, возможно, ворвется со мной Каспер. Он уже в арене, он уже на работе. Сидит шпилен в доту. Пока, может быть, на финал ворвется. Объясните, пожалуйста, человеку в мерке, почему Сикера не пикают команды. Велат, ПГГ в варенье сейчас? Да, ПГГ сейчас в варенье. У ребят начинается в 16.00 каждый день тренировка. То есть вся команда ДТС здесь тренируется, они отсюда шпилят. Так что и до... вплоть до 16-го числа будут они в арене. Первые три игры Старладера будут они играть из арены на сцене Киев Киберспорт-арены. Вы их сможете посмотреть на большом экране опять-таки. Так что приходите, кстати. Старладер вообще стартует сегодня. Ребят, буквально через... Или уже даже стартовал. Или через 7 минут стартует первый матч из Старсерии по Старладеру... На Старладере по Пойнт Бланку. Так что заходите, наблюдайте. Отличный вопрос от Герича. Велат, не жаль, нельзя стримить на Овнет тоже? Нет, нельзя. Ну что, Овнет надоел. Овнет задрал своими лагами за полгода. Твич ТВ, во-первых, не лагает. Во-вторых, Твич ТВ официальный партнер нашего турнира. И вообще всей серии. Забудьте про Овнет, удалите его из закладок. Если вы фанат Лола, то можете туда заходить, смотреть Лол. Шейкер четвертым пиком заезжает в команде ЕГЭ. Вот любит команда ЕГЭ брать вот такие вот пики. С Фурионами, с Шейкерами. Думаю, не мне вам объяснять. Ооо, Найт Сталкер, это интересно. Велат, Твич лагает в щи, пишет чувак Герич. Извини, мужик. Мне очень жаль. Позвони своему провайдеру и попроси, чтобы не лагал Твич у тебя. Все будет хорошо. Велат, надеюсь, Версута не будет стримить Старладдер. Да, Версута не будет стримить Старладдер. Старладдер буду стримить я, Каспер и Тоби-Ван. Резерв-тайм. Еще один супер вопрос. Будет ли на офс-сайте Старладдера стримить или будете стримить на Твич? Не понимаю сути вопроса. Старладдер это сайт, это серия. А Твич давай, это платформа. Ну, то есть, ладно. Итак, Старладдер пятым пиком в команде ЕГЭ заезжает. О, боже. Я тут сейчас умру. Велат, ради бога, скажи, сколько вы все начинаете в химках? Я не знаю, парни. Я не знаю, честно. Ну что, ждем последний пик команды Итсгосу. Велат, что ты ушел с Продоты? Джус такая же, такая же няшка. Да, Джус, няшка. Я ушел с Продоты не из-за Джуса, а из-за политики этого сайта. Я не жалею ни грамма. Какая у тебя задержка между игрой и стримом? Ноль. Я стримлю без задержки всегда. И даже когда меня задалбывают разнообразные... Пишет мне Никсон с Халтовой Орх. Очень интересно, что же он там хочет. А, если люди имели в виду, будет ли висеть стрим на сайте StarLadder, да, конечно же, он там висеть будет, ребят. Что же хочет Никсон? Я не знаю. Сколько ты получаешь в ЗП? Миллион. Бери себе колена, Пронина, в сокастеры. Согласен. Гениальный просто комментатор. Надо бы задуматься опять, позвонить ему. Ну что, закончилась у нас пауза. Вилат, в чем твоя проблема с Джерри? У меня нет проблем с Джерри, у него проблемы с жизнью. А так, все нормально. Какие у меня могут быть проблемы с такими мудаками? Ну, я имею в виду его профессиональную деятельность. Может, как комментатор он и неплох. Так, напомню еще раз, сейчас Best of One. Победитель попадает в финал, будет играть с Next KZ. Майлк на ЦМ, Лакос на Шейкере, Мизери, на Патмефир, на Слардаре, Демон на Фурионе. И у команды Ицгосу. Юниверс играет на Баланаре, Бульбазауар. Бульба играет на Сенкинге, Корок на Морфея. Пэйлит Голлд играет на. А прайшник уроните на Виномансере. Best of One. Победитель забирает все. Проигравший... Проигравший, кстати, будет играть за третье место в матче. Не знаю, будем ли мы смотреть эту игру. Не люблю я вообще игры за третье место. Очень не люблю. Ни на Asus'ах, ни на Dota 2 Star Championship я их не стримлю. И не особо говорю желанием стримить вообще любые игры за третье место. Очень не крутая тема, поэтому я предпочитаю формат Double Elimination, когда игры за третье место как бы вообще нету такого. Я чуть сейчас не упал. Что-то у меня стул какой-то подгулявший. Будут ли добавляться игровые дисциплины? Да, будут. В новом сезоне у нас добавится Counter-Strike. И, возможно, еще кое-что. Во втором сезоне. Первый сезон заканчивается. Всем сразу скажу, можете даже расплановать свою поездку в Киев. Потому что с 26 по 29 апреля здесь, в Киеве, будет гранд-финал Эстерладера. Финалисты по всех дисциплинах приедут сюда. И 4 дня здесь будет пиршество киберспорта, так сказать. Так что... приходите. Итак, поехали. Что интересно будет по линиям? В сложную уходит, наверное, Мизери. А вот Фурион, судя по закупу, тоже может пойти в сложную. Или все же Мид пойдет Фурион. А вниз пойдет 3-пла с Шейкером, СМ-кой и Слардаром. Ну, как вариант. Это возможно. Здесь что у нас? Здесь Баланар с Апарэйшном пошли в топ. В Мид уже попрел. К уроните ставить ворды. Морф в Миде. Ух. А к уроните на Веномансере пошел ставить ворды. Это понятно. Ну и в сложной... В сложной будет у нас Бульба. 30 секунд в борьбе. Баланар, объясни политику замен команды Старлаты. Почему такое ограничение? Потому что... Потому что нас интересует, чтобы команды играли, а не чтобы игроки там менялись по тысяче раз, составы меняли, команды переименовывались, отдавали слоты кому-то там, разыгрывали их. Это нас не интересует. Это, может быть, кого-то другого заинтересует, но явно не нас. Ну что? Пошла игра. Регенчик на топе нашел демон. Нормально. Хоть вызвал двух... двух пенечков. Для того, как их завязать. Нормально. Ну что, поехали смотреть на игру. Не отвлекайтесь во время игры на нашу мирку. А вы общайтесь между собой, обсуждайте все, что происходит на вашем экране. Напомню еще раз. Это Вилат, это Старладер ТВ, Дигнитос, Инвитейшнл, турнир, полуфинал, пауза в игре. Отличное начало. Тарладер ТВ, Дигнитос, Инвитейшн. Да. Вчерашний стрим будет на YouTube? Да, будут. Что, не залили их еще? Каспер. Вела, ты вчера танки стримил. Да, я вчера стримил танки. Каспера не пикнули в спектаторы. Да, из-за этого и был скандал у нас. Слава богу, все закончилось нормально. Все, отпауза, нули у нас игру. Ладно, продолжаем наблюдать. Ну, шекер здесь мидий, но здесь тусоваться не будет. Не будет, ребят, скорее всего. Хотя, подошел сюда Виномайзер, сейчас уже есть смысл. Ну, хотя, шекеру здесь делать абсолютно нечего. Ему лучше где-то пойти побегать, что-то попридумать. Ну, что, ну, толку с него здесь не будет абсолютно никакого. Подбивает к уроне эти хребочки, вот так для мизери. Ну, это такое. Мне будет интересно, как же корок на морфе на фарме. Давно я не видел морфа в профессиональных играх. Ну, и будем смотреть, что получится. Демон пока стоит в сложной. Куда-то лезть, конечно, страшно. Есть балонар, есть опарейшн. Два слова, уйти будет тяжело. Ну, лучше не лезть. Цемка здесь запулила и будет помогать активно работать фиру у нас. Ну, вот бульбазавр побежал уже по тауэру. Да, я тут майлки ему одну плюшечку прозарядил. Ну, бульбазавр получил экспей, у него половина уже левела имеется. Так что более-менее нормально. А учитывая, что фир... Ой, демон, то есть на другой линии вообще ничего не делает, то как бы это не совсем круто. Пытается пеньками тут мешать фармить леса. Госу Пейнтен Голду. Хоть что-то поделать. Хоть как-то помешать. Хоть как-то что-то застелить. Вот видите, пошел, пытается. Ну, только отдаст сейчас этого пенечка. Правда, не опарейшн, но что есть хорошо. Спокойное начало игры. В принципе, пики довольно интересные. Выбежал опять майлк. Ну, тут начал его бить крип. Не особо удачно вышел здесь. Якоб. Надо бы припрятаться, схавать деревцо. Ну и ждем экшена. Ждем экшена. В первую очередь от Шейкера. Побежал у нас Шейкер. Я думаю, вряд ли мы увидим Сенгинга вот где-то вот здесь. Тем более, когда Шейкера не видно на миникарте. Ну, увидим, что забирает руну Мизери на топе. Хоть Вард здесь стоит у команды из ГОСу, но забирает и Мизери. Потому что Шейкер ушел вниз контролить. Ну, и тут, конечно, не в банку, но все-таки не дал забрать врагу. Не дал возможность сделать какого-то там... Какой-то там ганг непонятный и так далее. Спокойное начало очень, знаете. Пока никто никуда не летит. Никуда не собирается. Ну, давайте тогда наблюдать КС. 16 на 4 Слардар. Отлично просто. Начнем с ЕГЭ. 3-4 у Мизери. 2-0 Шейкер. 5-1 Профет. 5-1 Профет. Серьезно. И по нулю у Майлка. 4-0, тем не менее, упорочено. 11-4 у Марфа. Намного больше, чем у Мизери в Миде. Оно и понятно. Стоится с двумя... С другим, с рейджевым полусуппортом. 12-3 Найт Сталкер. Тоже, в принципе, неплохо. 0-3 Виноманстер. Ну, по нулю у Сен Кинга. Сен Кингу там тяжело, да. Будет стопить крипов. Делать ему на линии абсолютно нечего. Слардар фармит. Слардар 1200. Ух, хорошо-то у Фира идут дела на линии. Ну, и ему в ближайшем будущем мешать вряд ли кто-либо будет. Потому что есть Вижен на нижней руне у команды ЕГЭ. И сюда не подойдут. У СГОС увидит Вижен тут на ХГЭ. И вот тут на ХГЭ. Слишком так вот все вокруг МИДа. Таггер в Мизери. Ой-ой-ой, в Мизери. Осторожно, братюнь. Ты же безлипа. Сейчас бы вейв и мог бы быть минус. Отопьется, конечно, баночка. Вернется на линию продолжать фармить. Глянем на топе, что происходит. На топе вот наконец-то, наконец-то отпустили ИСГОСу линию. И немножечко демон будет получать себе экспы. Вот что такое. Майлка дискнула. Ой-ой-ой. Вот, наконец-то. Майлк реконектнулся. Можно продолжать. Ну, для особо одаренных, напомню еще раз, что Куроку и Куронике это два абсолютно разных игрока. Мизери пишет про лаги. Ну, и... Ну, тут пока на карте, кстати, ничего интересного. Пауза. Ну, ладно, я не буду даже приять пинги. Нафиг оно надо. Играет на Йосуисте, конечно. Все, продолжается игра. Одна секунда. Поехали смотреть. Ну, четыре минуты уже сыграли. Давайте посмотрим по фарму. Видите, что тут, ну, разница 200 голды в пользу команды ЕГЭ. Это, конечно, четыре крипа. Так что тут ничего особенного. Мизери пошел опять чекать топ. И это, это иллюзия. Забирает Мизери. Не в банку опять. Забирает просто. Это хорошо, что не дает забирать врагу. Ринга Факуила уже имеется у Курка. Отличный артефакт для Марфа. Просто шикарнейший артефакт. Видите, Куроник пошел побивать. Мизери. Ой-ой-ой. На Хараселе-то и начинает бить Мизери. Приходится ему с липа уходить отсюда. Подальше, чтобы, не дай бог, не было неприятностей каких-то. Ой-ой-ой. Вы смотрите, что творит Мизери. Он без липа дает аром. Корок две тычки Мизери. Он схавал дерево. Шейкер здесь дает стан. Корок все-таки не убивает Мизери. Как близко было. Подлетает как раз банка. Расмусу и отойдет. Он здесь. Станется в живых. Банка тоже прилетела Марфу. Пять минут прошло. Хороший был момент. Для Эсгосу. Не хватило немножечко им. Совсем-совсем немножечко. Ну и Лакос здесь будет перспезри помочь. Сейчас контроль за рунами довольно важный. Улетела банка. Она успеет вернуться. Так что здесь есть ферс-плат. Зажимает. Зажимает демона за Тауэром. Пятая минута. Нету ночи. Но ФБ забирает Найт Сталкер. Есть ли урна? Урны нет. Была бы урна. Было бы все отлично. У него бы... Сейчас было бы два заряда на урне. И мог бы он уже бегать. Потому что ночь начнется через 30 секунд. В итоге... 1-0. Аров. Кронити залетает. Шекер здесь. Убьет Мизери. Старфол. Кронити умирает. Мизери уходит. Будет ли воевать Корка? Нет. Не будет воевать Корка. Боится. Он улетает отсюда. Да. Улетает отсюда. Хотя зря боялся. Не надо было тратить наверное вейв. Ну хотя в принципе ему все равно. Маны хватает. Есть регент все-таки от Таквилы. Базилистый. Фурион. Прилетел вниз. На топе ему стало очень скучно после ФБ. Решили забрать здесь вышечку. Фурион. Кстати. Пишу заметить. Пятый левел. Что тоже немаловажно. На фармил он на ровном месте себе экспы. Хоть и умирал. Ой-ой-ой. Тут что такое? Тут поймали Марфа. Марфа закрывают. И одна тычка остается. Он с ДД. Ой-ой-ой. Тут надо быть осторожным. И еще одна. Корок перекачку включил. Ну бей с руки Мизери. Да ладно, Мизери. Там же закончилась уже перекачка. И тут надо его ловить. ЦМ-ка. Новая. И Корок пытается прятаться. И есть колба. Минус от ЕГЭ. 2-1. И второй Тауэр могут забрать. Да. Вы смотрите. Обоих подсветил. И тут нет смысла подходить сейчас Бульби. Даггер залетел. Ой-ой-ой. Баланар. Ночь. Фир отправляется в таверну. Копает Фира. Фурион должен закрывать это все. Закрывай Фурион. Смотрите. Зацепили Юниверса. Юниверс сейчас умрет. Фир пытается его бить. Есть стан. Сенкин гонится за Фиром. Нет. Не догонит он его. Кронитесь здесь тоже рядом. Демон. Еще одна тычка. Убивает демон. Он делает даблкил. Куронити. Ультимейт от демона. Куронити отрезали. И уйдет Куронити в живых отсюда. Да-да-да. Не получится догнать. Но 2 Таура. 4 килла подряд на ровном месте зарабатывает команда ЕГЭ. Ох. И вы сами видите, что происходит в игре. 4 тысячи голды на ровном месте зарабатывают. 4 тысячи голды. Некоторым командам нужно 50 минут, чтобы заработать 4 тысячи голды преимущества. Очень круто. Ребят. Прошу вас. Ну хватит. Общаться в Мирке о лагах. Давайте отправлять там в кик тех, кто говорит о лагах. Лагов нет. Ну я думаю, 99% зрителей и всех, кто сидит в Мирке, вам подтвердят, что как бы Твич ТВ работает идеально. Если лаги есть у Твича, тогда вам нужно на что-то обратить внимание. Потому что уверенность у меня есть в этом 100% на данный момент. Вот видите, люди как раз в Мирке сейчас пишут, что не лагает. Так что все-таки я прав. Ребят, да. А совет маленький. Вы видите, когда мы стримим на Твич ТВ. Нашлась моя супермышка. Это очень хорошо потеряла тему. Так вот, маленький совет. Когда мы стримимим на Твич, вы видите, что по сравнению с Овной там есть возможность выбирать качество. И, ребят, мой вам совет. Если вы не уверены в своем интернете, выбирайте не 720+, а 720. На 720, просто 720 плюс 1500 килобит за секунду, а на 720 нам получше все. Ну что, 4-2 у нас счет. Ладно, все, хватит тут Аллаха, хватит на Твиче. Все работает хорошо. Твич ТВ за это спасибо. Отличный суппорт. Отличные пенги на сервера. Ну, я думаю, вы в этом сами уже удостоверились. Госу Юниверс. Есть урна до заряда, есть ПТ. Тут, ой, а тут-то ПТ и Вангуард. Фира. 7-й левел. Амплифай постоянно висит. Бульба принес себе ТПшку. Просто у него щиток тапок. Так, что здесь? Здесь Ганг, Лакост Майлк. Рядом находится у нас Фир. Ну, вот он за крипами не побежит. Вот сейчас можно сюда нападать. Баланара-то видно. Надо нападать сейчас сюда. Баланар бежит. Надо нападать. Вот сейчас прямо в данный момент. Нет, отходят уже. Госу далеко был. Фир зафармился, так сказать. Можно и по Тауру. Но уже поздно, потому что рядом именно Мальсер. Есть Фурион. Вот с Фурионом можно. Фир побежал. Есть Амплифай дэмэдж на Юниверса. Майлк спалился. Лакосты тоже рядом. Ну, просто бить Тавер тогда. Просто бьют Тавер. Итак, Юниверс. На кого будет нападать Юниверс? Пока ни на кого не нападает. Подман внизу против Корка. Отличный ивейт Корка. Вы смотрите, как он воевом здесь. Ты выйдил Старфолы. Все нормально. Слардар, Миня, стань на Бульбу. Бульба, два. Еще один удар. Слардар выкапывается и все-таки уходит отсюда. Фурион бы очень не помешал. Побежал, Фир. Есть ультимейт просто от демона. Опа, ультаппарат. Они точно. Поймали, Куроните. Еще один стан. Начинает его нарезать Мизери. Надо уходить. Надо уходить. Дабл ТП. Да, Дабл ТП. Здесь же Юниверс. И будут ловить. Будут ловить сейчас Фира. А у Фира нет маны. Нет, уйдет, уйдет, уйдет. Здесь варды стоят. Его сейчас увидят. И поймут, что его догонять нет смысла. Нет, побежал Юниверс все-таки. А здесь же Мизери. Отдал банку Фиру. Фир должен отпеваться. Мизери в сайленсе. Надо сейвить его. Шейкер. Стан по Юниверсу. Отрезал от всех. Сэмка поймала у нас носу Пейнта. Юниверс убил Патму. Да ладно, каким образом? На Майлка забили. Ловят здесь Юниверса. И он уйдет же, нет? Есть ТП? У него нет ТП. Он просто убежит. Летит сюда Фурион. Юниверс прячется от Фуриона. Вешает на себя банку. Демон закрывает. Демон не отпускает. Нет, вы смотрите, Юниверс. Нет, все-таки не ушел. Лакост не прощает. Миди, проблемы здесь. Проблемы у Фира. Нет, это не у Фира проблема. Это у команды Ицгосу проблемы. Фир все-таки уходит. У него банка Мизери по-прежнему валяется. Сейчас он топьет за ее. И выложил банку. Сказал спасибо. Как вы слышали. Thank you. Так, есть Amplify Demo. Есть стан. Будет ли еще один стан? Нет, улетает. Сын Кинг. Сын Кинг побежал отсюда подальше. Стремно. Ару мимо. Мизери пока не попал еще ни одной стрелой. Зацепили Корка. Старфолст. Старфолст. Нет, натычка Корку осталась. Включает перекачку. Уходит. Ну, четвертый левел. Видите, у него. Морфа. Отличный ультимейт. По четверым. Пролетел по Фиру. Но Тавра надо забирать здесь ЕГЭ. Шестри они ведут. Фир. Колд Фит. Отбегает. Есть Мека уже. Да, есть Мека. Уйдем на Арау. Четко в Бульбу. Забежал Юниверс. Тут же попадает под стан. Надо его просто месить. Сейчас со всех сторон дам Арау. Стан. Минус Бульбу. Минус Юниверс. Минус Бульба. Ошибаются из ГОС. Очень много ошибается из ГОС. ЕГЭ настроены на победу. ЕГЭ немного нервничали, потому что из ГОС заставили их боль. Около 15 минут ждать. Когда же все-таки... Собственно, начнется там игра, когда они все придут. Вот видим. Мстят. Жестокая мстя команда ЕГЭ. 6 тысяч преимуществ. 18 на 12 тысяч сейчас. Смотрим, кто больше всех нафармил. 4600 демон. 4600 демон. 4700 фир. Демон, который стоял, не вылазил с под Тавра вообще. Который отдал ФБ, на котором забрали, точнее, ФБ. Сейчас на втором месте. Отстает буквально чуть-чуть от Фира. Который тоже неплохо так нафармил. Поэтому мы видим, что у Майлка есть ПТшечка уже. И несет себе что-то. У Демона у нас есть Мека. А вот Демон отсюда улетает. Улетает в Мид. У Демона есть Мека, есть Урна, есть Базилка, есть Тапор. Краканбудсы у Лакосте. У Мизри ПТ. У Фира ничего нового пока не появилось. Но скоро будет Даггер. Это будет Сверхопасно. Ну, команды ГОСу, как вы видите, ну, ничего пока нет. У Марфа ПТ. Рингов Аквила. Nothing special, скажем так. Фир, 130 голды. Что-то покупал, что ли? Ого, прилетел ему Топор уже. Еще он крепче. 1600 хп Вангвард. Убивать его вообще скоро станет нереально героями команды ГОСу. Первая ночь вообще никак прошла для Юниверса. Он... 3-3 у него сейчас. Так. Фир. Вот тут, да, тут загулял Фир, конечно. Еще и в Сайленсе, ультимейт Сен Кинга. Фир отстанивается, но... Все-таки умирает. Ну, четверо его тут месили. Понятно, что здесь было без шансов. Загулял. Загулял здесь Фир. Ну, и заберут, наверное, сейчас первый Тауэр в игре. Ребята, это с ГОСУ. Маленький такой фунтбэк. Это с ГОСУ. Будем надеяться, будет дальше. Они показывают силушку. Готерс. Кроники на винователе забирают. Тысяча голды у него. Здесь Вангвардом еще не пахнет. У Юниверса. Оперейшн тоже ничего. Здесь до Даггера еще. Ой-ой-ой. Ну, ульт-аппарата на этот раз. Опять по-двоим. Нормально. Зато ульт-аппарата очень четко залетает сегодня у ИСГОСУ. В отличие от стрел Мизери. Мизери, Рингл, Факвила и ПТ. Баночка 650 голды. Шейкер 1200. Вот это уже интересно. Лакост. Вот это уже интересно. Майл, ПТ. ПТ, ТПшечка. Две пачки вардов. И Робов Маги. Демон продолжает фармить здесь в миде пока. Бульба на него не решается нападать. Но вы знаете, скоро будет вторая ночь. И там уже будет повеселее, я думаю, для ИСГОСУ. Демон, 10 левел. Тауэр на топе упал. Теперь 9 левел продолжает фармить. ГОСУ ЮНИВЕРС. Есть виталити бустер. Голды нет. Внизу будет пытаться из ГОСУ забрать АР. Он тут очень битый. И один Майл. Скорее всего заберут. Ну что, сейвы не будут. Или будут. Да, Майкует Майл, надо сейвить. Шейкер СТП, Патмас СТП, все СТП. Можно устроить драку, но бояться ГОСУ. Бояться, бояться. Нет, да, улетает. Улетает отсюда Морф, просто улетает на базу. Ну, вернется он, конечно. Есть Яша, кстати, у Морфа. Что более-менее окей. Кора хоть что-то там фармил. 10 левел. Поопаснее он будет бить уже. Опа! И тут такие иллюзии на Санкинга. Он такой испуганный. Нет, просто бежит. Ара улетит мимо опять-таки от Мизери. Не идет сегодня у Мизери.